НЕ НАПРЯГАЙ ПАЛЬЦЫ, МОЙ ДРУГ, ДОСТАТОЧНО ВСЕГО ЛИШЬ ДВУУХ! Всех с приветом! В предыдущем видео, которое было всего лишь два года назад, мы говорили о том, что любой мажорный или минорный аккорд Вот мажор, вот минор. Их можно заменить парой нот, которая зовется децима. Интервал такой. Большая децима, малая децима, заменяющие мажорный аккорд и минорный аккорд. И это максимально лаконичная и при этом максимально полноценная замена целому аккорду. Вместо таких аккордов, предположим, нужно просто поворочить двумя пальцами. Как вы слышите, вся суть передана, при этом с гораздо меньшим количеством усилий, и с гораздо меньшим количеством лишнего какого-то мусора. И поскольку большинство общечеловеческих, так сказать, обычных песен состоят исключительно из минорных и мажорных аккордов, мы можем любой мажорный аккорд заменяя большой децимой, и любой минорный аккорд заменяя малый децимой, любую песню играть децимами. И это прекрасно замечательно, но это, конечно, только самая база. Дальше есть вещи поинтереснее. Они, к сожалению, уже не так элементарные, требуют какого-то там видения грифа и практики, но и потенциал красоте тоже намного выше. Начнем разбираться, взглянем на такую дециму. Согласно тому, что мы до этого, так сказать, проходили, это сокращенный аккорд ми минор, в котором эти две ноты являются первой ступенью и третьей через октаву. Но мы также можем увидеть эти две ноты как часть вот такого вот аккорда. Всем привет! Я преподаю гитару вот такого аккорда часть, только в нем это уже третья ступень и пятая через октаву. И также у нас, возможно, вот такой аккорд, в котором эти же две ноты это уже пятая ступень и седьмая через октаву. И получается, что если эти две ноты могут быть частью трех разных аккордов, значит, один какой-то аккорд мы можем обозначить тремя разными способами, напоминающими децимы. Берем наш вечный подопытный аккорд С мажор. Чтобы вычислить его дециму, нам нужно зажать его вот в такой аппликатуре от этой аккордовой формы. И от нее мы оставляем первую и третью ступень через октаву, получаем вот такую дециму. Первая, третья ступень аккорда. Но также у нас, возможно, вот так. Это третья и пятая ступень аккорда. И вот так вот. Это пятая и снова первая. Это технически, на самом деле, уже не децима, это интервал побольше. Но примерно из той же оперы. И вот это все до мажор. Возможность обыграть один и тот же аккорд разными децимами, не отходя от нашей двухпалечной концепции, дает нам большие варианты по разноображиванию партий, так сказать. Особенно полезно это может быть в случаях, когда один аккорд в песне держится подолгу, и просто несколько тактов, ворочать одну дециму. Это звучит скучно, а с движением... Возьмем песню, в которой аккорды держатся достаточно долго. Хочу набрать под щипчиков толпу, чтоб им прорекламировать шампунь от бабушки Агафьи. И теперь здесь вместо этих подолгу висящих аккордов сыграем то, что мы только что освоили. Агафья, я косметику твою Бесплатно всюду рекламирую В надежде на взаимность Следующая штука это уход от статичных аккордов вообще. Когда мы воспринимаем аккорды не как аккорды, а как просто действительно два голоса. Басовый и верхний. И если в одну сильную долю у нас этот как бы аккорд это положение двух голосов, а в другую сильную долю вот это положение двух голосов, то мы можем прийти от одной к другой просто вот так. И такие движения тоже можно играть вместо статичных аккордов с переменным, конечно, успехом в зависимости от того, насколько это подходит к стилю и к мелодии. Да, Дарио вполне нормальный бренд Но в их ассортименте все же нет нормального шампуня Чтобы использовать такие штуки и звучали они вот так вот как бы благозвучно, а без промахов типа, нужно, конечно, очень хорошо видеть гамму текущей тональности по грифу вообще. Вот эта история это, по большому счету, гамма, которая играется сразу с двух мест. Одно место здесь, другое здесь. То есть, чтобы это отрабатывать, берем тональность, допустим, соль мажор, ее гамма нам нужна абсолютно в любой позиции. Если мы видим ее здесь везде, тогда мы можем заниматься уже вот этими вещами. Следующая фишка это включение вот в эти вот гамма-образные движения хроматизмов, то есть, движений по полутонам, включающих в себя ноты, которых в гамме нет. Если пытаться вникнуть в то, какие ноты можно как включать и с какой эффективностью, то нужно вылезать в теорию. Это немножечко не то видео. Если здесь адаптировать, пытаться идею хроматизмов таких как-то по-пацански, смотрим в этом децимном движении по гаммам, где рядом есть одинаковые децимы. То есть, смотрим. Большая, малая, малая, большая, большая. И вот эти две пары малая, малая, большая, большая. Между ними мы можем вставить еще одну такую же хроматическую. Малую здесь, а здесь большую. И мы получаем такое нечто около джазовое. И точно так же мы можем это применять в аккомпанементе. Мне спится плохо, жить мне нелегко, поскольку есть на свете гитарист по фамилии Месько. Следующая фишка немножко другого характера. Возьмем песню Черноптичника Пола Маккартни. И видим, что здесь помимо децим есть опорная нота соль, которая постоянно играется. И она дает офигительное и гармоническое заполнение, и ритмическое. И мы можем делать точно так же в любой другой тональности. Нам только нужна нота, которая хорошо ложится на максимальное количество аккордов тональности. И это как в случае здесь, с песней в соль-мажоре. В общем, грубо говоря, тоника тональности состоит из трех нот каких-то, и эти три ноты самые лучшие кандидаты. Например, если мы находимся в ми-мажоре, то у нас здесь тоника, это открытая первая струна. И мы можем играть децимами и ворочать эту первую струну как опорную ноту. Либо там, допустим, тонализ ми минор, и у нас здесь есть открытая оси. И у нас здесь есть открытая оси. Как видно, мы можем делать опорными другие ноты, но у нас начинаются уже, конечно, суровые распальцовки. И, естественно, всегда можно поэкспериментировать с не такими устойчивыми нотами. Допустим, возьмем ля минор, и опорные ноты сделаем девятую ступень, или вторую. Что у нас из этого получится? Сейчас, рассматривая каждый отдельный прием, мы использовали его на максималках. Только его, только его. Это, естественно, безвкусная, по идее, история. Потом уже, когда мы освоили кучу разных приемов, и мы составляем какую-то гитарную партию, мы вкрапляем их понемножечку, по вкусу, и можем добиться всяческой такой достаточно умеренной красоты. Допустим, песня. Если мы сыграем это обычными децимами, как мы проходили два года назад, то будет так. А теперь сыграем это, но применяя все новые штуки, которые освоили. Всякие разные опорные ноты, ходы, хроматизмы, замены аккордов с другим басом и тому подобное. Получаем. Музыка Музыка Очень надеюсь, что штуки эти вам пригодятся, что музыка ваша с ними станет чуть красивее и получать удовольствие от нее вы станете чуть больше. А там, может быть, из тысячи таких крупиц, которые я, мне подобные и вы, будем вокруг себя разбрасывать. Может, и музыка на Руси станет чуть повеселее. Спасибо всем, кто поддерживает лайком, комментом, репостом, рублем. С вами был преподоподобный Александр. До встречи в следующих видео. Любите музыку. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok